МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аварийный комиссар. Оперативный выезд на место ДТП. Оформление без вызова ГИБДД. Круглосуточно. 24 на 7. Запомните и звоните. 622-522-610-836. На лесопарковом шоссе водитель на БМВ устроил аварию. Автовладелец, двигаясь со стороны центрального района в направлении нового города, на большой скорости врезался в бетонный стол, после чего машину отбросило в сторону на несколько метров. В автомобиле оказались вырваны обе передние стойки и разбит кузов. Судя по серьезным повреждениям руля, можно предположить, что мужчина-водитель повредил себе грудную клетку, ведь подушки безопасности в авто не сработали. ДТП пострадали два человека, водитель и пассажир. Оба были госпитализированы в больницу. Впоследствии им было назначено амбулаторное лечение. Среди бела дня неадекватный тольяттинец угнал патрульный автомобиль. Все произошло на улице Тополиной. Инспектор ДПС был занят оформлением дорожно-транспортного происшествия. В это время проходящий мимо парень сел в служебный автомобиль и тронулся с места. В 12-м квартале он выехал на аллее, где в это время находились люди. Чудом никто из них не пострадал. Закончилось все аварией. Парень въехал в припаркованный автомобиль. После этого он бросил угнанную машину и попытался скрыться от погони. Но в итоге его задержали сотрудники Росгвардии. Случившееся прокомментировал начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Самарской области Сергей Гольштейн. По факту неправомерного завладения автотранспортным средством в городе Тольятти возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, житель города Тольятти, 1989 года рождения, задержан через несколько минут после совершения противоправленных действий. В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сотрудники госавтоинспекции совместно с волонтерами провели специальное профилактическое мероприятие. Ежегодно в 3-е воскресенье ноября принято вспоминать тех, кто погиб в дорожных происшествиях. Каждый 3-е воскресенье ноября во всем мире отмечается День памяти жертв ДТП. В этом году на дороге города Тольятти уже погибло 26 жителей города. 737 получили ранения различной степени тяжести. Причем из 26, 13 это половина, это погибшие, это пешеходы. В связи с тем сегодня на территории города, а также в рамках всероссийской акции однозначно проводятся мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения. В первую очередь среди пешеходов. Профилактическое мероприятие прошло на перекрестке улиц Фрунзе и Революционной. Не так давно, 4 октября, здесь произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина. Тогда квадроцикл сбил пенсионерку. Мужчина на своем транспорте нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и сбил пожилую женщину 40-го года рождения. Гражданка переходила дорогу, как и положено, по пешеходному переходу. С множественными травмами ее доставили в лечебное учреждение, где она скончалась, не приходя в сознание. Чтобы на Толегинских дорогах стало меньше трагедий, дорожные инспекторы, приживают жители, как пешеходов, так и водителей, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. ГИБДД информирует о профилактических рейдах в ноябре. 19 ноября по выявлению нарушений ПДД, связанных с управлением техническими неисправными транспортными средствами. 19 ноября по выявлению нарушений ПДД, связанных с управлением технически неисправными транспортными средствами. 20 числа рейд на пешеходных переходах. 24 ноября по контролю за осуществлением пассажирских перевозок. 25 ноября рейд по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности. 26 числа по контролю за применением детских удерживающих устройств и по выявлению нарушений ПДД, связанных с выездом на сторону, предназначенную для встречного движения. 27 ноября рейд трезвый коридор. 30 числа рейд по тонировке. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что основной целью рейдов является профилактика дорожно-транспортных нарушений.